Врачам в Кустанайской области выдадут новые квартиры. Для этого в Лисаковске перестраивают частный медицинский центр. Квадратными метрами теперь смогут обеспечить и средний медперсонал. Главное, в городской больнице будет чем привлекать необходимых специалистов. Подробности у Артема Грапова. Женобек Бесарин окончил западно-казахстанский медуниверситет. В Лисаковске он уже 4 года трудится в городской больнице. Со своей семьей Женобек живет в съемной квартире. Мы живем в квартире, которая выдана на балансе больницы. Ожидание этой квартиры очень важна для нашей семьи, так как мы ожидаем пополнения в этом году. И расширение жилплощади до трехкомнатной квартиры было бы для нас замечательно. За последние 2 года в Лисаковскую городскую больницу приехали 20 специалистов. Некоторым медучреждение предоставляет ведомственное жилье. 9 квартир врачи получили от Акимата. Остальным снимают. Предоставлять всем сразу прибывшим у нас нет возможности. Поэтому на данный момент мы предлагаем арендное жилье. Но больница 100% аренду оплачивает. С осени прошлого года в Лисаковске реализуют крупный проект. 4 этажа в частном медицинском центре перестраивают. Там будет 12 квартир. Все распределят между врачами. Проведены полностью коммуникации. Получается тепло, водоснабжение, электроснабжение и все остальное. И в данный момент идут отделочные работы. Осталось выставить сантехнику, до конца натянуть потолки, выложить пол. Пол будет, плитка там тоже. Но в этом году, думаем, завершить уже в этот проект где-то в июне месяце. Сейчас в городской больнице Лисаковской не хватает отоларинголога и эндокринолога. Специалистов будут привлекать новым жильем. Теперь и средний медперсонал будет где расселить. Артем Грапов и Сергей Таштенберг. Куснацкая область. Хабар 24.